Всем привет на канале Недвижимость в Чехии. Сегодня хочу вам показать новый интересный проект новостройки в новом микрорайоне из новостроек, рядом с этим замечательным парком, где мы сейчас находимся с вами. И еще большой плюс этого проекта в том, что он находится у станции метро Колбенова. Если вам интересно, оставайтесь на канале и мы начинаем. Находимся мы на Праге-9, район называется Высочаны. В этом микрорайоне проживает 18 тысяч жителей. 50% этого района это технические территории, которые 5-7 лет назад начали застраиваться новыми жилыми домами. Вот, например, как эти. В течение следующих 10-20 лет этот район застроится новыми проектами жилыми и полностью поменяется. Наш проект называется ВИУС Колбенова-2. Вот мы подходим прямо, вы видите, дом со строительными лесами. Эти дома, которые мы видим справа и слева, уже достроены, заселены. Это была первая очередь, вот эти два дома. Идем дальше к нашим домам, которые достраиваются. Это будет построено два жилых дома восьмиэтажных с подземным паркингом, который соединит эти два дома под землей. Проект называется ВИУС Колбенова-2. Далее после этого этапа будет построено еще четыре дома. Два из которых выйдут прямо, вы видите туда, за строительной площадкой, возле вот того высокого здания. Там главная улица, улица Колбенова, проезжая часть. Поэтому следующие дома, которые застроят, они отделят от этой проезжей части наши два дома вот эти. Вот он, один дом, который уже достраивает. И вот он, второй. То есть, по сути, они будут уже более в таком тихом месте. Отделены от главной улицы. В этих домах будет 165 новых квартир. Планировки от 1КК до 4КК. Энергопаспорт дома будет уровень Б. Стандарты отделки. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Полы в комнатах дерева. Ванны и комнаты в керамической плитке. Система рекуперации воздуха будет в квартирах. Квартиры будут сдаваться с ремонтом. Цены начинаются от 125 тысяч крон. Или 5 320 евро за метр квадратный. В стоимость квартиры входит кладовка. Но не входит паркоместо. Его можно докупить дополнительно. За 460 тысяч крон. Или 19580 евро. Приведу пример нескольких квартир с ценами и планировками. 1КК на втором этаже. 32 метра. Квартира плюс балкон. 3,2 метра кладовка. Дополнительно еще двухметровая. Стоимость 4 684 тысячи. Или 199 320 евро. Квартира 2КК на третьем этаже. 50 метров квадратных. Плюс балкон 5 метров. Плюс кладовка 2 метра. Стоимость 6 215 тысяч. Или 264 470 евро. И квартира 3 плюс КК. На четвертом этаже 66 метров. Плюс балкон 15 метров квадратных. Плюс кладовка 2 метра. Стоимость 9 107 тысяч. Или 387 530 евро. Есть и детская площадка. Вы видите на территории данного комплекса. И прямо вот за этим домом, который вы видите впереди, находится красивый парк. В котором мы с вами снимали вступление к видео. Схема оплаты у застройщика. Два варианта. Это стандарт. 10% вы оплачиваете при подписи договора о будущей покупке. И 90% доплачиваете уже после ввода в эксплуатацию. Что очень удобно. И вторая схема, она дает возможность сэкономить 3% от части стоимости квартиры. Как это работает? Это вам нужно заплатить после подписи договора о будущей покупке более 11% от стоимости. То есть, как пример, если вы заплатите 70% от стоимости сразу после подписи договора о будущей покупке, то вы получите с 59% оплаченной квартиры 3% скидку. То есть, так это устроено. И остаток вы доплатите уже после ввода в эксплуатацию. Также очень удобная инфраструктура здесь. 50 метров от дома остановка метро Колбеново до центра Праги. Вы доедете за 13 минут. 400. Также вот здесь, я говорил, сразу вот за этим домом находится парк, который я вам частично показал. 1,2 километра от нашего проекта находится торговый центр Феникс. Там есть и супермаркет, и множество магазинов. Фудкорт зона. То есть, такое развлекательное место. Ну что, давайте подведем итог сегодняшнего обзора. Неплохой проект среднего уровня. Очень большой плюс, что находится сразу возле метро. Также есть красивый симпатичный парк, который я вам показывал сегодня. Стоимость за метр квадратный относительно тоже адекватная. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, мне будет интересно. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok